МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С республиканской больницей, перинатальный центр, я молчу уже про краеведческий музей. Смело могу назвать вас идейным вдохновителем всех этих проектов. И под ваше имя, под ваше руководство, под ваше управление республикой на эти грандиозные проекты столь маленькой республике выделялись деньги. Ну, большие. Вот задав такую высокую планку, что вы вообще планируете дальше-то делать? Ну, я понимаю, о чем главная соль вашего вопроса. А скатимся, скатимся же, вот граница. Конечно, понимаете, подпрыгнув, но уже можно так... В следующий год раз и ввод объектов. Ну и где вы, господин глава республики, будете пиариться? Ну где? Ну, об этом всегда ты должен думать. А чем ты будешь дальше жить? У нас очень много есть еще моментов, где мы могли себя позиционировать как сильнейший регион. Ну, во-первых, со стройками заканчивать не будем, потому что ты отвечаешь за строительную отрасль, как глава. Ты задал планку, сказал всем, что есть объемы. Я помню, как все начиналось, помните? Я помню, как все начиналось. Там было где-то на республику 24 объекта, что ли, всего. Республиканских объектов. Мы потом в год 240 капиталили, ремонтировали еще что-то, грубо говоря, в десятки раз уходили вперед и не снижали темпы, а только наращивали. Я считаю, основное, над чем мы должны расти, сейчас строить новые заводы, открывать новые предприятия. Это очень важно. Воинскую часть. Ну да, здесь федеральный бюджет. Это такой подарок судьбы. Плюс мы тут еще несколько воинских частей. Подразделение разворачиваем. Молодым девчонкам офицеров, нашим солдатам, призывникам хорошие условия. То есть все, вот здесь, я считаю, один из лучших проектов, где республика не будет тратить своих средств, а только получать доходы. Остальное все содержать надо. Мы культурные объекты. Чем? Конечно, нужны новые предприятия. Какие, Виктор Михайлович? Ну, план хоть один, раскройте. Не, мы обсуждали, какие предприятия. По большому счету, у нас должен быть угольный, мощный угольный кластер. Кластер. В республике, да, и мы цель себе ставили и задачу. Я надеюсь, где-то в ноябре мы проведем такой уже слет всех действующих подразделений и тех инвесторов, которые к нам готовятся прийти, и тех, кто уже пришли. И мы видим для себя сегодня грандиозную задачу, которую надо решать нам, как территорию. Логистическую цепочку не можем сегодня себе. Мы так развернулись быстро. Я, если честно, не ожидал. В части того, что будут разворачиваться эти разрезы, подразделения по добыче полезных ископаемых, что сегодня мы тормоз уже как в рамках логистики. Транспортные артерии не готовы. Мы вырываем. Они начали уже миллион добывать. Это Таршановский. Второй. Дорог-то нет. Ну все. Задача одна власти быстро успеть найти новых инвесторов, новые формы, новую дорогу через Абакан сделать речку, новые выходы. Железнодорожниками согласовать развитие Камышты, других станций. В этом это большая работа. Это несколько миллиардов отчислений. Это более трех тысяч рабочих мест. Ну это задача. Но мы ее знали. Мы уже двигаемся по ней. Мы ни в коей мере не отодвинули на задний план Черногорского парка. Он начинает развиваться. Тоже об этом много говорится. Ну будет. Уже работают люди. И мы дадим им еще сейчас трех серьезных клиентов туда. Потому что создали базу. Мы построили. Мы отвели территорию. Мы создали налоговооблагаемую базу. Мы создали условия. Не надо каждый день ждать сразу. А где это все? Ну это из серии, знаете, а я хочу. Да хотеть не вредно. Надо каждый день по этому работать. У нас просто грандиозный плац по сельскому хозяйству переработки. Я себя где-то ввиню в части, что я в ситуации. Помните, я сказал, 1 сентября завод. Барай на Хакасе. Да, 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 да. Ну, маленькая, не до нее была. Ну этот год вообще не до чего. Переработки. Нам столько еще нужно сделать. И вот эти два фактора связать. То есть вы эту идею не оставили. Да какая-то это не идея, это реальное дело. Я встречаюсь в Москве уже с инвестором. Мы говорим. Поэтому, ну, конкретно. Перечисление денег, средств, заход. У меня два уже теперь конкурента есть. Может, это и хорошо, что не поспешили-то. Ну, нужно было. А слово все равно нужно держать. Конечно, ссылка на пожары, на все дела. Ну, здесь так. Это вот как направление. Мы говорим, а, наверное, интригующий вопрос, будет ли у нас завод по выпуску нейтролитического Марканца. Будет завод. Очень волнует, да. Так это здорово, что волнует. Я думаю, для Туима это будет спасение. Это не то, что для Туима. Это умирающий город, это уже умерший. Да, вот все согласились тогда с этой позицией. А пусть он умрет. Бросили его. Я туда первый раз приехал, тогда ты ужаснулся. А как живете? Да, город-призрак. И ничего не делал для этого? Ну, это тоже предательство. А все остальные, кто рядом или где-то вдалеке живут, а мы не дадим им процветать. Да вас два человека нахакайся. Вот не хочу сказать, кто вы такие. Всех надо слышать. Но нагадить не дам. Это нужен завод республики. Он не перегрузит. Он не грузит ни экологии, ни черный смогли. Да, с точки зрения экологии, хотелось бы все-таки знать поподробнее. Есть ли какие-то риски? Когда говорят, нет рисков. Это я вам ответственно заявляю. Рисков нет. Но почему Краснодарский край тогда отказался? Краснодарский край строил фера-молебден. Ой, фера-марганец. Это, ну, вещь маленькая. Но это абсолютно другая. Такие заводы в Европе стоят в центре города, о котором мы говорим. Ну, это вообще, это не химия в том виде, который есть. Закрытые циклы, закрытое, ну, производство. Вода на внутреннем обороте. Нет там ничего. И выбросов таких нет. Я не хочу называть те заводы, которые в сотни раз сегодня больше вредят. Но это уже история. И не мне ее трогать. А вот это хорошее новое производство. Классное, могу сказать. Я не боюсь этого. Дай бог, чтобы оно у нас получилось. Но многие вещи, на которых есть развиваться республика. Мы с вами имеем ГЭС. Ну, почти 70% мы... Ну, 30% точно уходит электроэнергии от нас. А так до 70%. Мы с вами имеем практически экологическую катастрофу. Да. Ну, правда же? Всегда повторяю и повторяю. И буду повторять. И старшим товарищам, так называемым, тоже. Раньше здесь и ситров ловили, и со стерлили. Сегодня караси живут в Енисеи. И тех с трудом. Да, в горной речке, так называемой, в чистой. Ну и что? А почему транзитом уходит электроэнергия? Пусть она у нас выпадает на территории в части рубликов. Дополнительно выпустим алюминий, произведем новую продукцию, добудем уголь. Без электроэнергии ничего не бывает. Ну, у нас масса точек роста, до езды. А инвестиции привлекать – это главная задача. Я даже цифру знаю, мы практически уже 30 миллиардов где-то. Ну, 30, может, с небольшим привлекли федеральных средств. Это только настройки. Мы не говорим о составляющей там, на замену оборудования, комплектующих там, по медицине и многим модернизационным вопросам, связанных отраслевыми министерствами. Я говорю о тех инвестициях, которые должны быть в республике. Их надо продолжать привлекать. Нам есть чем гордиться. Все приезжающие сюда, и руководство страны, и люди, которые занимают посты в руководстве страны, многие удивляются уровню жизни, когда приезжают и смотрят на нас. Вот это главная оценка работы, наверное, всех жителей республики. Марис, я еще раз хочу подтвердить, что я счастливый человек. Правда. Работаю, живя в республике. Мне очень приятно, Виктор Михайлович, за то, что я считаю, что сегодня все-таки, на самом деле, откровенный, весьма эмоциональный разговор состоялся. Вы раскрылись. Раскрылись несколько другим человеком. Я думаю, что зритель вас услышит и поймет, между прочим. Потому что иногда не совсем ясно, чем занимаются власти. Это все равно где-то далеко, где-то высоко. Не каждый может понять, какой объем и какой груз ответственности лежит на главе региона. Поэтому я и хотела именно сегодня, именно этим интервью, показать вас, вот такого, какой вы есть. И чтобы вы своими ответами донесли до людей, чтобы они поняли, в чем заключается ваш труд. Спасибо огромное. Мне тоже было сегодня очень приятно, что я действительно руководителю давал интервью, говорил. Старался, во всяком случае, говорить только правду. Может, я поймал себя на мысли, что мы иногда не всегда говорим правду. Но жителям, жалея их, считаем, что где-то они, наверное, могут неправильно нас услышать и не разобраться в ситуации. Начинаю понимать, что надо говорить правду. Вот лучше горькая она, да? Тогда, может, и больше нас будут понимать и знать свою перспективу, роль в этой жизни и руководителей любого уровня. Ну, а в целом, все равно благодарю. Мне очень было приятно, что вы сегодня пришли. Хотя мы друг друга очень давно знаем, но... Да. И я был сегодня другим с вами, правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова